ОМТВЮА про Головне. Нагло стояли, ржали надо мной, потому что я был на коляске. Меня вообще изначально даже в часть не пускали. Операцию мне отложили. Лежу в госпитале, ко мне приходят, заходят в палату, по-моему, два мужчины и женщина с ними была. Он говорит, вам нужен срочно тазобедренный сустав? Я говорю, да. Он говорит, ну давайте платно поставим. Бесплатно ставить нельзя, а за деньги никаких противопоказаний нет, пожалуйста. Мы тебя туда не посылали, началось. Герой свой теперь ноет, что его не уважают. Обходят стороной и вообще никто не хочет с ним общаться. Ничего, скоро будут морду бить. Ну, а что мне сказали, типа, ну, вы же сами понимаете, в какой стране мы живем. Ну, кому я нужен в таком положении? Вот кому? Ну, это еще не все. Очередной герой СВО снова расстрелял сослуживцев. 29-летний оккупант из Чувашии устроил стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области и убил как минимум двух других российских военных, а затем скрылся с пулеметом Калашникова. Наконец-то настоящая деноцификация. Еще и еще раз хочу сказать, мы меролюбивая страна. В Новокузнецке создают женские батальоны. В городе уже много лет проблема с общественным транспортом. Там не хватает водителей, автобусы постоянно ломаются, попадают в ДТП и даже горят. Тогда мэр Кузнецов решил привлечь к профессии водителя женщин. По задумке, женский батальон будет напрямую подчиняться мэру, а новых водительниц всему обучат и обеспечат льготами, в том числе и для детей. Привлекать женщин в разные профессии – это прекрасно. Но любопытно, куда же отправили всех мужчин? Вы что, не знаете об этом, что ли? Впрочем, на войну некоторые просятся сами, чтобы избежать наказания. Бывший заместитель командующего Центрального округа Росгвардии Вадим Драгомицкий попросил отправить его на фронт. Ранее его приговорили к 9,5 годам колонии за коррупцию. Драгомирецкий получал откаты от компании-подрядчика, которую реконструировал одну из воинских частей в Подмосковье. В Татарстане начали платить по 100 тысяч рублей. Если приведешь в военкомат родственника или друга. Раньше в Татарстане люди искали работу. Сейчас они ищут родственников или друзей. О, я смотрю, во Вторую армию мира уже всех грибут. И пенсионеров, и алкашей, и бомжей. Всех гонят на утилизацию. А дули, просто нагло обманули. Рука на сердце под гимн России. Мужчины приняли решение стать военнослужащими. Из каких соображений? Из жалости. Все подписали контракт с Министерством обороны. Каждый доброволец получил текст молитвы за воинов в бою. Будущие военные преступники, которые согласились убивать мирных людей за деньги. На Бога надеются. На удачи. Ну, нахер. Отец! Ну, ты видел? Видел? Житель Белгорода. В майке с надписью. Всех красиво порвем. Спрашивает, куда ему обращаться, когда прилетело. Вот прилетело. Куда мне обращаться? Машину побило. Двери, стекла, колесо, лобовое стекло выпило. Что делать? Куда мне обращаться? Обращайся в ООН. Там помогут. Это абсолютно однозначно. Камчатка. Освободителя закопали не на кладбище, а в дороге. 8 июля 2024 года. Село Мильково. Кладбище. Похороны. И вот нам сделали могилу следующую. Прямо на дороге. Мы просто все в шоке. Хотя места, в принципе, здесь было полно еще. Здесь можно было продлить. Можно было туда вот вправо удлинить. Но почему-то приняли решение закопать бойца на дороге. Получается, прям на дороге. Вторая часть видео по захоронению бойца на дороге. Вот как мы видим, это вот была дорога. Вот там лежит у нас боец. Это по документам это не является дорогой. Это технический проезд. Отзыв на Уайлдберрис. Аномальная жара и нехватка генерации приводят к новому энергетическому кризису на юге России. Сотни тысяч жителей на юге страны остались без электроснабжения из-за аномально высоких температур. Об этом на этой неделе сообщило Министерство энергетики России. Позже министерство отчиталось, что электроснабжение возобновлено. Ну, по крайней мере, в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея. А вот, однако, местные жители все равно жалуются на отсутствие света. Район Горизонта, автосборочный. Вчера света не было с 13 до 20. Радость была недолгой. В 24 выключили. Нет до настоящего времени. Уже 14. Что это за график? Какой умник его составлял? Света подряд уже нет. Более 14 часов. В прокуратуру не дозвониться. Готовлю кушать, чтобы потом охладить кухню с плитом, пока есть свет. Думаю, что после обеда выключат. Ну, только теперь напряжение прыгает до 266 и воду отключают. Дурдом какой-то. Неожиданно снег зимой, неожиданно жара летом. Может, стоит оборудование в должном состоянии содержать, чтобы трансформаторы не летели и могли весь город снабжать электричеством? А если не могут, то запретить все новые постройки, пока не будет хватать мощности на город. В Минэнерго говорят, что причина временных отключений – это рост потребления электроэнергии на фоне температурных рекордов. Но, как рассказала наша редакция местная жительница, из-за жары в Ростовской области действительно ажиотажный спрос на кондиционеры и сплит-системы. Купила два сплита, но вот уже теперь неделю жду установку, потому что очередь. Сплит-системы вообще раскупаются, как горячие пирожки. Я пока выбирала, было такое, что вот отложенный товар в корзине исчезал буквально на глазах. Товар закончился, товар закончился. Такие вот у нас тут дела в Ростовской области. Ну, я им надержу жопу. Как обещает Минэнерго, правительственная комиссия рассмотрит вопрос, цитата, «режимно-балансовой ситуации в энергосистеме Юга и принимаемые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей». Ну, а пока в местных ростовских пабликах публикуют вот такой набор дончанина. Свечи, тазик, влажные салфетки, фонарик. Словом, все, что нужно людям, оставшимся одновременно и без воды, и без света. Ну, и, конечно, на этом фоне возникает довольно много социальной напряженности. В Махачкале несколько дней назад уже проходили фактически беспорядки на улице. Люди требовали вернуть им воду. Но Махачкала в этом плане регион отдельный, регион сложный. А есть еще Ставропольский край. И вот что говорят жители оттуда. «Что же это творится? Три недели, три недели весь поселок живет без воды. Как же можно, как же можно выжить при такой сорокорадусной жаре? И вообще в поселке назревает социальный взрыв». Только что пришло срочное сообщение. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки будут противостоять потенциальному военному сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.